Новый аэропорт в Сабуровке возводит уже 10 лет. Несмотря на отчеты о бурной стройке, начало его работы переносят каждый год. Теперь надеются на 2019-й. А начиналось все красиво еще при губернаторе Павле Ипатове. Якобы ради безопасности потребовалось вынести аэропорт за черту города. Стоимость проекта 21 миллиард рублей. На эти деньги можно было бы 10 раз построить новую Саратовскую набережную. Также это 26 бюджетов саратовских дорог в ценах 2017 года, 38 раз отремонтировать мост Саратов-Энгельс или 59 раз оплатить все долги Саратов-Гор-Электротранса. К 2020 году планируется, что пассажиропоток в Сабуровке будет составлять 710 тысяч человек в год. Однако за 2016-й нынешний аэропорт перевез около 200 тысяч. В 2014-м этот показатель равнялся почти 482 тысячам пассажиров. Снижение количества перевозок связывает с тяжелой экономической ситуацией в стране, и вряд ли эти цифры в ближайшее время начнут расти. Скорее наоборот. По нынешним тенденциям можно прогнозировать пассажиропоток к 2020 году от 170 до 200 тысяч человек. Следовательно, надеяться на окупаемость грандиозного проекта нового аэропорта не стоит. Об этом уже заявили в Росавиации и холдинге аэропорта регионов. Да и для населения аэросообщение доступнее не станет. Предполагается, что цены на билеты в новом аэропорту поднимутся на 30%. Так зачем и кому он нужен? По мнению представителей власти, аэропорт должен находиться за городом. Также он призван повысить инвестиционную привлекательность нашего региона. В 2007-м, когда ситуация в экономике была намного лучше, это, наверное, бы сработало. Но в 17-м, 18-м, 19-х и 20-х едва ли новый аэропорт спасет нашу область. Само собой, это имиджевый проект для местной власти. И это одна из причин, почему аэропорт хотят достроить при любом раскладе. Строителям аэропорт Соборовки принесет много бюджетных денег. Изначально тендер на возведение первой очереди аэропортового комплекса выиграл «Волгомост». Но в дальнейшем с ними расторгли контракт якобы из-за внесения изменений в проект удлинения взлетно-посадочной полосы. Контракт заключили с дагестанской фирмой «Мостотряд-99». Все это сопровождается судебными тяжбами между саратовской и дагестанской компаниями. Каждый хочет получить свои миллиарды. В случае начала работы нового аэропорта старые воздушные ворота закроют, а их территорию хотят отдать под застройку. Так что интерес саратовских застройщиков здесь очевиден. О том, справится ли и без того загруженная инфраструктура юбилейного поселка с увеличением количества населения, никто не обсуждает. Как не обсуждают и с жителями Соборовки строительство аэропорта у них под боком. Самолет, все-таки шум и загрязнение, и изменение всего лошадок. А вы не знаете, здесь местные жители, ну как к этому большинстве относятся? То есть, может быть, все-таки рады, какая-то инфраструктура будет получена? Ну, не знаю. Тут молодежь-то не осталась. Для кого инфраструктура? Пока еще не мешает. Вот единственный дорог, только нету, да. Хоть какие-то были, сейчас вообще никаких не стало. Так с деревни не выйдешь, не заедешь. Поработать я там успел, денег не заплатили. Вы работали прямо на стройке аэропорта или? Да, да, да. Ну, там нанимали нас, как бы. Вот говорят, якобы разбили дорогу. Это правда? Ну да, вот эти вот маны, что ли они там. Ну, они там засыпали сейчас вода. Засыпает потихоньку. Ну, не знаю. А какие ожидания у вас от того, что аэропорт, самолет. Шум будет, вот что. Шум будет много. Это если отсюда слышно, кто-то аэропорт, как заводят, гоняют. А тут что будет тогда? В том, что в Саратове может появиться новый аэропорт, ничего плохого нет. Но дело в том, что его реальная необходимость с каждым годом уменьшается. Кроме того, инвестиционная привлекательность региона в первую очередь зависит не от аэропорта, а от людей, которые должны этим регионом эффективно управлять. И, наверное, гораздо важнее вкладывать ресурсы в более насущные проблемы инфраструктуры, как, например, вечно разбитые саратовские дороги и рвущиеся круглый год трубы. Роман Козлов, Виктор Рыков, Открытый канал.